Серьезного наказания не избежать и тем, кто садится за руль в пьяном виде. Инспекторы подсчитали, с каждым годом в Иркутске их становится все больше. Мы не обошли эту проблему стороной и посвятили ей наш сегодняшний выпуск рубрики «Автохам». Павел Марчуков вместе с сотрудниками ГИБДД провел ночной рейд по городским улицам и готов рассказать об итогах. Город погружен во тьму, но сотрудникам ГИБДД не до сна, ведь именно ночью на дорогах активизируются пьяные автохамы. Например, этот водитель сразу вызвал подозрения. При виде инспекторов начал резко разворачиваться. Непродолжительная погоня и уже в патрульном авто становится ясна причина бегства. Водитель под градусом. 0,636. Мы даем на рейд. Выдыхаем воздух. Содержится алкоголь. Сколько норма? Повышенность прибора. 0,160 должно допустимое. А здесь явно превышение, да? Да, превышение. За это автохамы Пивоха заплатят штраф в 30 тысяч рублей. Скорее вдобавок, скорее всего, ближайшие два года он не сможет перевозить семью. На какой срок водитель будет лишен прав, рассмотрит суд. Но, как показывает практика, любители садиться за руль под шофе сурового наказания не боятся. С каждым днем число таких автомобилистов растет. За 8 месяцев текущего года было задержано свыше 3,5 тысячи водителей, управляющихся транспортными средствами в состоянии опьянения. При этом на территории обслуживаемой госавтоинспекции было зарегистрировано более 40 дорожных транспортных происшествий с участием водителей, которые управляли транспортными средствами в состоянии опьянения. При этом 12 человек погибло и более 60 получили травму различной степени тяжести. Именно поэтому на борьбу с такими автохамами бросают все силы. По ночам инспекторы дежурят практически на всех оживленных перекрестках. Сотрудники останавливают каждый автомобиль. При этом водитель обязан подтвердить свое состояние. Отказ от проверки на опьянение – тоже серьезное нарушение. После оформления протокола водителю не отдают машину, а увозят ее на арестплощадку. Для этого сотрудники ГИБДД привлекают эвакуатор. Только за эту ночь эвакуатор увез 68 автомобилей. Если учесть, что алкоголь существенно снижает реакцию, то так или иначе благодаря инспекторам удалось избежать аварий. Бороться с пьяными водителями может каждый. Если возникает подозрение, что автомобилист под градусом, нужно сообщать об этом в дежурную часть батальона ГИБДД. Ведь может общими усилиями автохамов на наших дорогах станет меньше. Павел Марчуков, Новости по будням. Субтитры создавал DimaTorzok